Музыка Легкие кружевные платья, элегантные дамы и кавалеры, шляпки, перчатки. Бальная культура в современном мире продолжает вызывать интерес у многих. Окунуться в прекрасную эпоху модерн и почувствовать себя в гостях у хозяев усадьбы. Для 120 назад такая возможность есть у каждого, кто сегодня приехал на традиционное мероприятие в Афряново. В 19 веке у людей было не так много вариантов познакомиться с представителями противоположного пола в неформальной обстановке и весело провести время. Балы были как раз такой возможностью. Это сохранение наших традиций, культурных традиций. Это ремонт человеческих душ, потому что красота, музыка, общение, оно, конечно, помогает нам и в жизни, и в наших обыденных делах, и в планах на будущее. Люди тут очень мало, кто знакомы между собой, они вынуждены знакомиться, они вынуждены говорить друг другу комплименты, они вынуждены вместе обниматься. То есть танец это такое социальное явление, при котором без объятия очень сложно. Поэтому вот такая вот многогранная задача. Около полусотни гостей, в том числе и из других регионов, в парке усадьбы Афрянова собрал бал в стиле модерн. Присоединиться смогли все желающие. Единственным условием стал дресс-код. Для дам нарядное платье полной длины, соломенная шляпка соответствующей эпохи, перчатки. Для кавалеров классический костюм, белый рубашка, жилет. Танцы начались с гранд-марша, торжественного дефиле, чтобы дамы еще раз похвалились туалетами. Гранд-марш наравне с полонезами часто служил первым танцем бала, открывающим торжество. Танцевальная программа состояла из вальса, польки, мазурки, катильона, кадрили. Простые движения и фигуры гостям помогали разучить. Смотрите, как ловко. Все знающие и только начинающие первые шаги в исторических танцах чудесно сегодня танцуют, потому что все это наше родное. Это наши родные хороводы, то, что по-французски называется ронт, и все остальные фигуры, которые наш народ всю жизнь танцевал. А сейчас все это возрождается, возвращается и во дворцах, и на солнечных лесных полянках, и даже на песочных тропинках пляжей там и везде. Справиться с танцами смогли даже самые юные участники бала. Семья Алюниных вместе с шестимесячной дочкой Тамары приехали из Москвы и с удовольствием загружились вместе в вальсе. Искали бал, потому что у нас день рождения. Такое первое промежуточное день рождения. Хотели пойти на бал. И оказалось, что у нас бал именно здесь. В усадьбе. Еще к тому же в усадьбе. И мы хотели все это посидеть, посмотреть. И очень счастливы, что приехали. Гости праздника смогли не только пообщаться и потанцевать, но и ознакомиться с историей танца и костюма, поучаствовать в салонных играх, угоститься чаем из самовара, а также посетить выставку «Леди изящной эпохи модерн», которая открылась в музее усадьбы Фрянова. Прекрасная эпоха охватила всего два десятка лет на рубеже 19-го и 20-го веков. За это время женский костюм претерпел кардинальные изменения. Приоткрыть страницу противоречивой, эффектной и блистательной эпохи и рассказать, как выглядела женщина времени модерн, как и из чего шились ее наряды, какие события влияли на моду того времени, постарались сотрудники музея. На выставке вы узнаете, как выглядела ткань шанжан, что такое гряди перловый цвет, куда надевали комиссоль и фру-фру. Выставка продлится до конца сентября. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.